Он подарил нам великолепные спортивные результаты и красивые руководители. 19 гран-при имени Ивана Ирыгина запомнится краснояцом, пожалуй, как самый непредсказуемый и напряженный. Ведь большинство фаворитов нынешнего розыгрыша не дошли до финальной схватки, проиграв уже в полуфинале. Прежде всего это можно отнести к Буайсару Сайтиеву. Самый титулованный борец современности вышел на ковер против Махача Муртазалиева и показал зрителям, как нужно бороться мудро и рассудительно. Зал поддерживал земляка в надежде на триумф живой легенды мировой борьбы. Что творилось в тот момент на душе у его тренера Дмитрия Мендиашвили одному богу известно. В перерыве наставник, не согласный с мнением судей, вовсе попросил телеповтор. Исход поединка решил жребий, который, увы, выполнив пользу красноярца. Однако зрителям запомнится, пожалуй, больше не поражение Сайтиева, а тот трюк, с помощью которого он вырвался из захвата соперников. Сайтиев получил серебряную медаль и приз мэра Красноярска, автомобиль ВАЗ 12-й модели. Однако причины своего поражения не понял даже и сам титулованный спортсмен. Ну, видно, хороший пацан, хороший по борьбе, очень хороший спортсмен, очень чувствительный, при том, что атакующих действий, как бы, в финальной схватке он нам никаких не продемонстрировал. Мне казалось, что я очень уверенно чувствовал, я был уверен, что я выиграю, почему-то я проиграл. Значит, надо тренироваться. Вот именно этот финт лично я первый раз увидел. Из такого положения очень мало кто выходит, да, при том, что с таким соперником, как Муртузалиев. Сенсации на турнире хватило в этом году с лихвой. Выиграть медаль из благородного металла поочередно упустили признанные фавориты от Арсултанов, Батиров и красноярец Заур Батаев. На этом сюрпризы не закончились. Свой полуфинал проиграл и Адам Сайтиев, в итоге получивший бронзу. А вот, пожалуй, самым неожиданным можно назвать поражение Хаджимурата Кацалова, который не проиграл за последние 4 года ни одной схватки. Поддержал эту традицию и опытный тяжеловес Куромагомед Куромагомедов, уступивший молодому Ахмедову. Хватка была довольно-таки напряженная, тяжелая, но это как бы соревнования легко не бывает. В итоге россияне завоевали львиную долю наград. На счету нашей женской и мужской сборных 11 золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых медалей. Красноярская же копилка пополнилась одним серебром и двумя бронзами. Конечно, хотелось бы, чтобы на подстале почета на высшей ступени были красноярцы, но сегодня ситуация такая, что да, мы остались без победителей. Но не значит, что мы сегодня выступили плохо. Анна Половнева завоевала серебряную медаль, ряд бронзовых медалей, в том числе Адама Сайтиева. Отмечу, что у большинства спортсменов еще будет ряд возможностей отобраться в Олимпийскую сборную. Ведь впереди национальный европейский чемпионат, а также командный Кубок мира. Если у вас есть спортивные новости, звоните лично мне, мой телефон 925504. Сергей Кладовко, Дмитрий Катаргин, Новости ОРТВ.